Добрый день, ребята! Одним из символов Архангельской земли считается щепная птица счастья. Ещё её называют поморский голубок, северное солнышко. По легенде, когда-то жил на севере охотник. У него зимой заболел маленький сынишко. Он очень хотел снова увидеть солнышко, которого ему не хватало. Ведь зима на севере очень длинная. И тогда охотник, опасаясь, что мальчик не дождётся весны, сделал из дерева щепную птицу. Мальчику очень понравилась птица. Она показалась ему похожей на солнышко. И он выздоровел. И вот такие птицы висели почти в каждом поморском доме, в красном углу, над обеденным столом или над детской колыбелью. И от движения тёплого воздуха вращались по кругу. По преданию, они приносят в дом счастье и благополучие. Позже эти птицы стали делать не только из дерева, но и из другого материала, из соломы, ткани. А сейчас я предлагаю вместе с вами попробовать сделать такую птицу из бумаги. Вот такую птицу счастья. Нам понадобится два листа жёлтой двусторонней бумаги, клей, ножницы, карандаш, линейка. Итак, приступаем. Вырезаем из бумаги жёлтый квадрат. У меня 15 на 15 сантиметров. И из него мы сделаем основу птицы туловища. Складываем по диагонали пополам. Хорошо проглаживаем, чтобы нам было видно линия сгиба. Раскрываем и к центру, с двух сторон, складываем треугольники. Вот так. С правой стороны и с левой стороны. И так же нижнюю часть с правой стороны. Нижняя часть треугольники получится размером меньше. И с левой стороны. Затем нижний уголок загибаем вверх. Вот так. Получается у нас вот такая основа. Дальше мы складываем пополам. Левую сторону к правой. Вот такая у нас фигура получается. Левую сторону загибаем вверх. Чтобы получить шею и голову. Вот так. И аккуратно сгибаем её внутрь. Смотрите, вот так. Внутрь. Для головы. Так же мы делаем квадратик. И так же его вниз сгибаем. Чтобы получить голову. Вот видите, вот так. Туловище птички у нас вот готово. Сейчас мы сделаем с вами крылышки. Такое туловище должно получиться. Для крылышек мы берём, вырезаем 11 на 21 сантиметр получается у нас. И складываем гармошку. Вот так. Сначала пополам. Затем ещё раз пополам. Две стороны. И ещё покрышки. И ещё покрышки то. Вот. Складываем кормушечкой. И для хвостика мы делаем также хвостик от рылышки. Мы делаем 21 на 11. Для хвостика 11 на 21, а для крыльев 21 на 21,5. Складываем вот так. Еще раз делаем пополам. И еще раз пополам. Чтобы было все ровненько. И собираем гармошку. И еще раз пополам. Складываем пополам. Чтоб найти середину. И укладываем пока в сторону. Это у нас будет хвостик. Хвостик мы здесь в середине склеиваем. Затем берем туловище птицы. Вверх загибаем. И делаем вот такой разрезик небольшой. Чтобы у нас получился где-то сантиметр. Совсем маленький разрезик. Ровно вверх. Сюда вставляем крыльев. Сюда вставляем крыльев. Ровно вставляем крыльев. Смотрите какие у нас получаются красивые крыльев. Так. И приклеиваем хвостик. Птицу можно разукрасить, ребята, цветными красками. Но на севере их не раскрашивали в основном. Также можно сделать вот здесь резную птицу. Вырезать фигуры. Вот здесь и здесь. Наша птичка готова. Вот такая птица у нас получается. Желаю вам удачи. Вы можете какие-то свои детали. Так. Держим так. Вот такая птичка у нас получается. Можно украсить своими деталями. Желаю вам успехов. Спасибо. 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 Продолжение следует...